С мужем расходимся по политическим взглядам. Как мне себя вести, чтобы был мир в семье? Актуальная политическая повестка практически во всякий момент времени самой своей структурой и логикой, как ничто другое, прекрасно разделяет людей. Внутри народов, внутри семьи, иногда внутри самих себя мы находимся в противоборстве относительно той или иной позиции. Конечно, это происходит так не только с политическими вопросами, но, например, на нынешнем этапе мы можем сказать, что эта тема актуальна как никогда. И здесь нужно заметить, что для того, чтобы сохранить мир, опять же, и в семье, и в коллективе, мы принципиально должны иметь в виду, что политическая идентичность – это не единственная наша идентичность. «Кроме всего прочего, все мы – дети Адамовы, все мы имеем принципиальное единство природы, все, соответственно, мы, будучи детьми Адамовыми, дети Божии», как об этом, собственно, говорит, например, евангелист Лука, таким образом, заканчивая родословную Христа, говоря, что он Адамов и, соответственно, Божий. И вот точно так же, на самом деле, и каждый из нас. Поэтому принципиально важно, что никакая последующая идентичность, как-то политическая, социальная, гендерная, религиозная и какая угодно другая, не должна разделять нас ввиду наличия вот этой первичной, базовой, для всех общей, для всех одинаковой идентичности. Потому что, будучи детьми Божьими, мы все равно возлюблены Богом. Ни о ком нельзя сказать, что он не нужен Богу, что ради Него Христос не взошел на крест, не воскрес ради Него. Об этом, собственно, нам повествуют в огромном количестве сюжетов. Сам евангельский текст, ну, даже самый очевидный из них, это притча о заблудшей овце, где девяносто девять оставлены пастухом в безопасном месте, и он уходит искать сотую потерявшуюся, сбивает ноги по горам, но находит ее и приносит обратно в стадо. Это ровно о том, что всякого Бог любит и не абстрактно, а чрезвычайно лично, вовлеченно, интенсивно, да ревностью любит Бог, говорит об этом Священное Писание. Поэтому не позволим никаким, еще раз повторяюсь, последующим идентичностям внести разлад в наши отношения друг с другом. Будем видеть в каждом вот этот самый образ и подобие Божие. Будем видеть в каждом возлюбленное чадо Божье, ради которого Христос осуществил свою спасительную миссию и спасение всякому, в том числе и тому, кто является нашим политическим оппонентом, человеком, разделяющим иные религиозные убеждения, относящимся к иному социуму и все, что угодно. Далее, вот ему, такому, другому, все это предложено Христом, все спасительные дары, точно так же в полноте. В качестве маленькой ремарки замечу, что в конечном итоге, внутри самого Священного Писания, мы видим очень разное отношение к власть придержащим. Время от времени, например, Ветхий Завет хвалит того или иного царя, о том или ином он говорит как о злодея, то есть царская власть в этом смысле для него не есть что-то предельно уникальное и безгрешное. Нет, здесь каждый раз реализуется конкретно человеческий выбор. В Новом Завете мы видим, когда с одной стороны апостол Павел говорит, что правитель не зря носит меч, то есть на самом деле он осуществляет дело Божие в мире, а с другой стороны, например, у того же самого Иоанна Богослова, мы видим, что правитель мира будет, собственно, назван антихристом, противником Христовым. То есть здесь тоже это зависит не от типа служения, а от того, как оно реализуется в каждый конкретный момент времени. Поэтому в конечном итоге, ориентируясь на собственную совесть, каждый христианин может иметь какие угодно политические убеждения. И повторяюсь, принципиально важно, что наличие вот этой огромной палитры мнений, представлений, воззрений, ни в коем случае в конечном итоге не должно нас разделять. Мы признаем за каждым право на выбор, право на позицию. Мы, соответственно, имеем и сами определенный выбор, и сами определенную позицию, но четко видим, что над всеми нами и ради всех нас Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok